Добрый вечер! Добрый вечер! Летние Олимпийские игры закончились, но я думаю, что имя, ваше имя, Куралай Меркодилова, еще долго будет ассоциироваться именно с этой Олимпиадой. Может быть, даже и навсегда, потому что мне мои друзья говорят о том, что ну уж вспоминать будут уж точно. Те, кто хотели сделать ту игру, которая против меня, она наоборот повернулась. И причем они сами не заметили, что любой антипиар дает все равно очень хороший пиар, в плане того, что ты поднимаешься очень высоко, и когда волна эта повернулась в обратную сторону, в мою пользу, то есть они сыграли наоборот в лучшую для меня. Вы знаете, что в интернете вашу парадную форму называют Костя Мессина, что вот ваша форма помогла нашим олимпийцам завоевать столько золотых медалей? Ну, во-первых, это потому, как путаница пошла, и такие сплетни, да, футболка там и так далее. Мне сразу с утра там журналисты звонили, то есть я опять-таки объясняла о том, что, ну, не объясняла даже, и, честно говоря, это уже не имело никакого значения для меня лично, потому что я свою работу выполнила достойно. В плане того, что футболка в форму... Откуда взялась эта майка вот с браком в Казахстан? Есть ли вообще понятие, да, был ли вообще, как бы опечатка, была ли, да? Футболка, во-первых, не входила в то, что я шила вообще, то есть футболок, можно так сказать, в наименованиях того, что я делала, не было вообще. Чья это футболка, и, возможно, это был фотошоп, тоже мы не знаем, да, кто это утверждал. Естественно, когда, например, какую-то форму делает, не всю форму делала я, например, да, и когда кто-то делает инкогнито, к примеру, там, какая-то фирма рога и копыта, к примеру, да, а я не боюсь своего бренда выставлять, то есть, как бы, конечно, вылезает бренд в первую очередь, то есть, как бы, ну, говорят про меня. Ну, правильно, Куралай, потому что, вот, объясните нам, мы все думаем, да, что полностью всю спортивную экипировку для наших спортсменов на Олимпиаду шили вы? Нет. Вы шили только парадную форму? Я шила только парадную. То есть, майка с браком, где неправильная надпись, да, нашей страны, это не ваша работа? Во-первых, ну... Вот, чтобы четко, чтобы зрители поняли. Я сразу скажу, парадная форма, в которую входила куртка, рубашка, то есть, вот, обычная мужская рубашка с коротким рукавом, не было ни одной футболки, у женщин платье, брюки у мужчин классические, не спортивка, то есть, классические туфли, затем галстук, ну, шарфики у девушек. То есть, я не шила спортивку, то есть, кто шил, я не знаю, мне это неинтересно, честно говоря, и поэтому, когда просто открытие прошло, я выполнила свою работу, я считала, что уже, ну, разговорили... То есть, вы готовили наших спортсменов только для открытия? Только для открытия. Только для открытия. Но брак, это не только же на одной майке был, я так понимаю? Знаете, ну, кто вообще видел это, во-первых? Я видела, что во время, ну, когда вот человек двигался, то есть, она очень близко к движению, месту, где движение идёт, да, то есть, может быть, она запала, именно эта буква, да, может быть, я не знаю, то есть, чья это футболка... Но я видела в кадре, что там действительно было видно, что есть ошибка. Ну, может быть, это личная футболка самого тренера, может быть, потому что вот я даже, вот давайте так вот рассуждаем, да, я как производственник, который делает массовку, проверяет все эти вещи, да, например, как буквы, написание букв, да, потому что на моих куртках было очень много написано «Казахстан», да, ну, явно слепой не увидит, что там это, например, да, ошибок не было. Я сама лично проверяла все эти вещи. Например, о куртке речи не было. Речь шла о футболке. К примеру, делают её массово. Одна футболка с ошибкой или все тогда? Это получается тогда, но я потом уже... То есть, одна футболка с ошибкой не могла быть? Я так думаю, что... Это, получается, все футболки. Это нереально. А кто шил эти футболки? Я говорю о том, что я не знаю, вот честно, потому что, конечно, есть, вот, например, лот, вот, в конкурсной программе всегда есть лот «Спортивка» и есть лот «Парадка». То есть, почему я вам сейчас объясню, не делаю спортивку? Я вам как производственник объясню о том, что у нас нет ещё такого... Очень мало кто имеет производственные такие мощности в плане возможности, нет, больше возможности, шить профессиональную спортивную форму. Потому что это специальная трикотажная ткань, это специальная обработка, это специальные вставки. То есть, я лично в своём производстве этого не имею. Поэтому за спортивку я в тот момент ещё пока до сих пор не бралась. Потому что я понимаю, что... Или ты шьёшь, извините, в Китае? Вот, кстати, я хотела спросить, может быть, если у тебя конкретно производство, которого может здесь, например. Но это хорошо, если у нас развивается как бы, да, то есть есть, я не говорю, что нету таких производств. Курлая, возможно, что эти футболки шили в Китае, и ясное дело, что китайцы не понимают, да, Казахстан или Кизыкстан. Тогда тот, кто производит, он должен был посмотреть. Но он же... Работу же принимаешь всё равно, окончательно, эскизный вариант, да? Окончательно, конечно. То есть, во-первых, значит, это всё нужно проверять. То есть, элементарно я у себя на производстве, я просматриваю, да, какие-то вещи. Но вы все кутки просмотрели, которые вот у вас, вот сколько вы шили? Ну, как может печать пойти, если принт идёт, специальные уже чётко есть буквы, которые, они вставлены, они печатают вот так вот. Там не могло быть. Если заминание по ткани идёт, это полоса целая. Курлая, давайте вернёмся к вашей парадной форме. Я знаю, что не всем нашим спортсменам она понравилась. Ну, во-первых, Сапиев позвонил, извинился за то, что он, во-первых, мой знакомый, да, и он сказал о том, что я не думаю, что такой шум поднимется в плане того, что я хотел сказать о том, что одежда не по размеру. Давайте начнём с этого. Во-вторых, давайте так, что... Есть такое понятие, победителя не судят. То есть то, что я уже выиграла этот конкурс, это уже факт, это уже победа. То, что среди великого множества дизайнеров я присутствовала на открытии Олимпиады, это тоже уже победа. То, что наша команда отличилась, всё же, и все видели в сравнении, что он необычный, то есть у него свой определённый есть, то, что я и хотела добиться, какой-то почерк, то есть это тоже был фактом. То есть очень много было похожих, и, кстати, я очень удивилась, что, например, законодатели моды, как Италия, Турция, Франция, да, были в обычных серых или чёрных пиджаках. Самое лучшее, что у них это было, это только герб на карманах. Всё. Чем игрались, большей частью все команды, это цветные галстуки, значит, у мужчин и платочки там у женщин. Вы знаете, я скажу честно, мне понравилась форма Ральфа Лорена, да, которую он делал для американской сборной. Всё очень просто, это футболки пола. То есть я просто хочу объяснить зрителям, что это нормальная практика, да, когда известных дизайнеров приглашают для того, чтобы делать форму для сборной страны. То есть в этом году было немножко даже больше, чем нормально, потому что практически все сборные одели именно дизайнеры. Да, Стелла Маккартни одела британцев, это очень большое количество дизайнеров. Если раньше это были неизвестные какие-то там просто производственные цеха, то в этот раз это были практически все известные. И наряду с такими дизайнерами присутствовать это достаточно очень серьёзно. Поэтому... А вы ездили на открытие Олимпиады? Знаете, я всё время шутила, я сама как Олимпиада, вот честное слово, потому что у меня помимо Олимпиады был ещё на тот момент экшн-фестиваль. Я партнёром выступала, параллельно в общем работала. Тут ещё куча других проектов, поэтому сразу же после вот таких Олимпиад, так же как и в Пекине, когда вот только он прошёл, я сразу включила совсем другой проект. Это подготовка показа в Вашингтон, да, очень серьёзный такой показ был. Поэтому и сразу до показа мне нужно было отснять фильм «Ответ Бурату», да, что я делала с американцами и показала там в Вашингтоне перед моим показом. Поэтому у меня проекты идут один за другим, графики расписаны за полгода вперёд, и я не могу себе позволить, например, ну просто расслабиться в этом плане, чтобы там съездить, посмотреть. Достаточно сейчас, 21 век, посмотрел, включил телевизор, последил за тем, что происходит, поэтому в общем-то в этом как бы надобности нет. Курлая, скажите, всё-таки с чем Вы связываете вот этот негатив, который всё-таки сложился, да, проделана большая, огромная работа? Вот Динара тоже говорит, что многим не понравилось. Давайте девочки начнём с того, что негатив уже повернулся в совсем другую сторону, да, то есть не хочу возвращаться к этой теме, потому что не в плане того, что я её не боюсь, вот честно, этих разговоров, потому как, вы поймите, бренд есть, он есть и будет. То есть в истории он уже всё равно есть, то есть даже вот той же истории, например. Это негатив со стороны тех людей, которые не хочут принимать этот бренд? Как Вы считаете? Нет, это люди, наверное, которые пытаются, наверное, сделать какую-то коррекцию в том, что коррекцию якобы, что они что-то могут изменить в этом. Но это очень тяжело сделать. Было, например, выражение там, когда Пикассо сказал, я на салфетке распишусь, и он продастся очень дорого, потому что я Пикассо. Знаете, когда я говорю, отвешайте девочки на эту вешалку, я посмотрю, отберу, например, Куралай Спорт, а сюда Куралай Кутюр, и вот пакеты подготовьте соответствующие, там здесь Куралай, а здесь Аруай, да, например, второй бренд. То есть это бренд уже, я уже не принадлежу себе лично, то есть и признать это уже нужно. Поэтому, что бы ни говорили люди, я делаю серьезные вещи, которые, в принципе, как бы говорят, не говорят, я буду двигаться в любом случае. Учитывая то, что со стороны заказчика больших корректировок-то и не было, получается? Корректировок вообще практически никаких не было, наоборот, им все понравилось, и сразу же практически вот как бы мы включились в изготовление. Сроки были очень маленькие, то есть такие сроки, которые, например, бы ставили передо мной, то есть, может быть, не сделала бы очень многое, многие эти фирмы, которые вот именно работают без опыта, или же непрофессионально еще пока что, не поставлен еще бизнес, то есть три недели это был очень маленький срок. Это очень странно, почему три недели, потому что мы все знаем, когда проходят Олимпийские игры, да, то есть на самом деле это, конечно, не ваша вина, да, и я думаю, что этот вопрос, этот вопрос, я думаю, мы зададим руководителям, да, агентства спорта, потому что, мне кажется, к Олимпийским играм нужно готовиться все-таки заранее, и это же очень ответственно, но тем не менее, лично мне форма понравилась, особенно мне понравилась куртка, да, только вот единственное, что мне не понравилось в парадной форме, галстук, то есть он был необходим, это вот мое личное мнение. Галстук, ну, в принципе, знаете, здесь смешение стиля, вы даже просто журналы там полистайте, когда внизу поверх куртки употребляется, как говорится, да, значит, классический, как бы, классическая рубашка, галстук, классические брюки, туфли, и тут сверху спортивная куртка. Не я придумывала этот стиль, это носят свободный день мужчины, когда немножко хотят полу-полусвободный такой образ, да, те, кто нечасто, может быть, ходят, например, в кабинеты, то есть этот стиль, он не нов, ничего я тут не изобретала вообще, да, если можно так сказать. То есть есть стандарты? Были эскизы, когда, причем эскизы подавались не только от меня, да, подавались еще от трех дизайнеров, которые работают у меня. То есть в конкурсе участвовали не только вы, да? Нет, в моей команде работали еще три дизайнера в тот момент, которым я дала то же самое задание, причем я обрисовываю его очень подробно и даю им задачу так, чтобы они просмотрели интернете все года, все страны, какие, как это вообще все происходит, чтобы они сделали какую-то аналитику. Когда, значит, один-два эскиза, значит, которые не принялись, и я увидела Олимпиаду, я обрадовалась, что некоторые вот два я, значит, просто вот сама лично даже их просто, ну как сказать, убрала. Бразилия, выходит, а нет, Аргентина, выходит солнце здесь, желтое солнце, и почти голубовато-бирюзовое, значит, идет куртка. В тех эскизах было солнце здесь, и голубовато-бирюзовая тоже куртка. Второй эскиз, это выходила Швеция, четкий, это уже был мой эскиз, я его сама зарубила, поло, футболка, и яркие полосы бирюза через белые, желтые, под поужей бирюза. Швеция выходит один в один. Когда я все это увидела, я такая, знаете, вот я еще раз убедилась, вот уже анализирую свою работу, что выделиться это было хорошо, в плане, потому что если бы мы сделали ближе все равно к классике, то мы бы повторились бы где-то. В цветовых гаммах или где-то, в этот раз, слава богу, Украина, она не была в этих же цветах, потому что прошлый год они были белые и желтые. Вот я посмотрела украинскую спортивную форму, да, она вот, кстати, очень похожа, то есть у них голубой, бирюзовый такие футболки. У них цвета те же самые, и вот орнамент, да, очень похож на наш. Поэтому, поэтому, то есть не делается просто, да, делается, например, есть несколько стран, которые имеют те же цвета, причем очень много было бирюзы и очень много было желтого, и в крупных пятнах просто. Очень много было желтых пиджаков. Представьте себе, чтобы я бы сделала желтые пиджаки и бирюзовые брюки, там было их очень много. Ну я вообще неплохо себе это представляю. Желтые пиджаки, да. Да, было очень много. Поэтому, как бы, тем, что, например, просто это еще с тем, что Казахстан заявила себе на открытие, вот таким, да, принтом. Вот смотрите, вот еще я исходила из такой задачи, что принт, вот который, когда пишется очень много в Казахстане, это называется брендомания. Мы должны создать такой бренд, как создает, например, Италия или Турция, да, Франция. К примеру, если пишут там в магазинах итальянская одежда, это уже бренд. Там мы уже не смотрим, кто шил там Дона Анна или там еще кто-то, да, там известный, неизвестный дом, но это итальянская мода. То есть это уже бренд. Итальянский товар, там обувь, там еще что-то, да, к примеру, там сыр, да, французский сыр, да, это уже бренд. То есть мы из Казахстана должны были сделать именно такой бренд, что в принципе подкрепилось, закрепилось золотыми медалями. То есть и Казахстан о себе заявил. Первые недели очень сильно о нем говорили и просто дали прикурить многим, ну, как бы, тяж весы, да. Я ставку именно на них и ставила. И когда вот на самом деле вот они ставили мировые рекорды, это просто, конечно. Курылай, смотрите, когда вас критикуют в интернете, это одно, да, то есть вы можете, в принципе, на эту критику даже не обращать внимания, да. По большому счету, там, вы не знаете, кто эти люди. А как вы отреагировали на то, что депутат Мажелиса, Азат Перуашев, ему тоже многое не понравилось? А знаете, а почему вот, например, вот, к примеру, хорошо, депутат Мажелиса, да, не поднимая тему, в эти дни произошло, например, там, криминальные такие вот моменты, как убили двух милиционеров. Самый такой пик был вот именно вот этой ситуации. Искали вот именно этих людей, да. Или, например, очень горячая тема, которая уже несколько лет, там, поднимается, там, тема ИНТ. Я как мать троих детей серьезно к этому отношусь тоже. Не хочу, чтобы мой ребенок учился 12 лет. К примеру, да, почему такие вещи не поднимают депутаты Мажелиса? Даже хотя бы возьмем такое, да. Я уже два года хожу за нашими депутатами, я предлагала уже троим. Значит, хожу чуть ли не с этой посудой. Вот я вам скажу такую вещь. Я патриот, я делаю все с любовью, поймите. И мне не все равно, что делать будет Казахстан, да, к примеру, да, в дальнейшем, в будущем, что будет с ним. И поэтому я хожу с посудой, которую вот сейчас вот я всем, дай бог, скажу, чтобы вот все услышали, да, пористая белая поролоновая посуда. Знаете же, да, ее? У нее и горячую еду таскают, и вот она стоит, очень много печенья вот в этих вот магазинах, да. А вы знаете о том, что в Китае он запрещен государством, потому что он вызывает рак. Его поставляет Казахстан. Я хожу за депутатами, и никто эту тему не поднимает. Вот мне удивительно вот это, понимаете? То есть я говорю, это же наши наследники, это наши же дети. Вы поймите о том, что мы едим сами лично. Вы не знаете, откуда идут вот эти вот болезни. Давайте мы не саму болезнь будем решать, а источники их понемножку. Каждый вот, например, момент, да. То есть мне лично непонятно вот эти вещи. Ну при чем тут буквы, господи? Курлай, ну скажите, вот можно узнать ваше личное мнение? Хорошо, это не ваша была одежда, да, именно вот эту майку вы не шили. То есть вы не ответственны за эту ошибку. Но вообще это допустимо? Вот как можно было допустить ошибку? С ошибками нет, это недопустимо, конечно. Ну вы поймите о том, что я вот на следующий день смотрела эфир, да, всех наших, опять-таки, вот тех же чажевесов. Говорили, что вот, например, тренер вот именно тяжеловесов был вот именно в этой майке. Я смотрю, он был в той же вчерашней майке. Буквы нормально. Это был фотошоп? Скажите мне, пожалуйста, я все равно говорю, вот мне немножко непонятно. Или он переоделся? Была та же майка. Стоп-кадр. Можно сейчас столько возможностей сделать, вот просто народу объясняю, да, сделать вот эти вот, затереть букву и сделать. Мы сами, когда делаем журналы, там, фотосессии, мы можем без стали девушку сделать с талией, да, там, где у нее родинка. Нет, ну там было четко, там было четко видно, что одной буквы там, то есть, и одной буквы ее нет. Да, Оксана очень правильно вопрос задала. Я видела его на телевидении, как бы, да, когда вот просто человек двигался. Там же было очень много фотографий, и британцы же сами, да, то есть подняли этот вопрос, почему. А, ну тогда, значит, была. То есть там у нас был инцидент, флаг с дыркой, да, вместо солнца, то есть тоже непонятно. Знаете, молодежь немножко обсмеяла этот момент, потому что это был трэш, то есть, ну, они немножко, это, все вот флаги были вот именно креативно поданы. Вот я так слышала, по крайней мере, и вот, типа, ну, это было... Мы же очень бережно относимся к нашим госпиталам. Сейчас, да, дай бог, и это очень хорошо, это говорит о том, что я рада этому. Да, Куралай, вот смотрите, флаг Великобритании, да, женщина, я вот видела сама на вручении, по-моему, на награждении, на Тур-де-Франц, вот женщина, когда выиграл британец Тур-де-Франц, женщина вышла в юбке, флаг Британии, да, очень часто мы можем увидеть нижнее белье, да, флаг Америки использует, принт, да, но вот как вы думаете, мы придем к тому, чтобы казахстанский флаг можно было, вот я вышла бы в пати, и меня бы никто за это не поругал. Я думаю, что нужно немножко не сказать, что легче относиться к этому, мы наверняка это увидим. Чем тяжелее мы к этому будем относиться, тем как бы меньше мы увидим эту вот, как бы, как сказать, символику, например, что это становится, как сказать, таким культом среди людей, да. Но, конечно, до каких-то там, ну, как сказать, маразма доходить не надо, конечно, да, каких-то вещей, например, ну, вот, к примеру, а почему промолчали, например, когда наши, например, пловцы, к примеру, да, в плавках были, а, извините, на попе, я бы сделал такое, да, убили бы, да, солнце, в нем цифры, и внизу под попой, прям маленькие плавки. Беркут. Беркут. Почему не впереди, сбоку, не так вот, как бы, явно, почему именно на, мягко говоря, попе, понимаете? То есть, как бы, вот, кто это делал, скажите, пожалуйста, например, да? Вопрос в том, что если бы сделала Куралай, ну, как я делала, эти плавки сейчас обсуждала бы вся страна. Да, да, да. Вы понимаете, вы привыкли к этому? Я бы, то, конечно, бы, но я опять-то объясняю, что я своего бренда не боюсь. Я патриот, я делаю все с любовью. Ничего там просто, просто так там и плохо там или с каким-то умыслом я делать однозначно не буду. Вы поймите одну вещь, моя фамилия начиналась не с меня, и я продолжаю просто патриотическую миссию моего отца, но я дизайнер, и против, например, страны своей идти не буду. Я уважаю свою страну. Мы сейчас много говорили о внешнем виде, да, об одежде наших спортсменов. А как вы лично сами болели? Ведь Казахстан достиг больших результатов. Знаете, я буквально плакала за тех, потому что я понимаю, насколько им тяжело. И когда я, вот, я чувствовала те же чувства, например, пусть, например, вот Олимпиада, например, она вот всем, как бы, да, по телевизору она все наблюдает, смотрит за трансляциями. Такой же флаг поднимался, когда два года назад, например, там, и поднимались, когда я заслуживала за границей очень большие там призы, да, но мало кто это видел. И те чувства, которые я испытывала тогда, то есть я пронесла опять-таки еще раз, да, и потом все-таки, потому что, ну, я не чужой человек в этом мероприятии просто-напросто, да, и просто как человек, который за свою страну. То есть там куча смешений чувств, честно. То есть вот два года назад, например, когда мне давали мирового мастера в фэшн-индустрии в Корее, то есть среди 60 стран флаг когда поднимался, и, ну, это очень непередаваемо. И я обычно сама, когда заслуживаю какие-то призы, не ставлю культом там для себя, да, я дальше иду, я ставлю его на полку, иду дальше, потому что надо продвигаться дальше. Курлая, а вас вообще приглашали на открытие Олимпиады? С агентства вот у вас, вам поступало приглашение? Ну, вот в Пекине, да, просто вот в Лондоне я, честно, вот даже не спрашивала вот таких вещей, как вот пойти и так далее. Я не спортсмен, поэтому... Не нужно было задавать вопросов, нужно было просто пригласить человека, который, после Стэлла Маккартни, стояла, и, ну, было видно, что человек сшил парадную форму, он стоит там, на стадионе. Ну, дай бог, я по натуре очень скромный человек, и лишнего своей жизни просить пока не буду, да. То есть если, конечно, есть такое выражение, жламага-малага, имщик-пермить, да, например, да, но вот честно, вот мне на самом деле по графику совершенно не получалось. Курлая, а в жизни вам часто приходится просить кого-то о чём-то? Я никогда никого ничего не прошу. Знаете, мне отрубили вообще желание это, когда я только начинала свой путь, и на самом деле заслуженно выиграла один конкурс, это был Сорос, там, фонд Сорос, делал конкурс по разработкам, по каким-то там людям, которые могли бы там что-то сделать, да, для своей страны или вообще внести что-то, какой-то вклад. И когда мои работы стали первыми, когда открыли фамилию, под номерами они шли и сказали, ну это Шнуркодилово, нафига ей это надо? И с тех пор у меня как отрубило, вот честно. И ходить просить что-то, когда мне говорили тогда, когда я начинала, о том, что зачем тебе это надо? И, ну, у тебя же наверняка самой есть там возможность или деньги всё это сделать. Это было не так совершенно в тот момент, и мне на самом деле была бы нужна помощь, вот честно. Хоть какая-нибудь, даже элементарно моральная, просто потому что я вот сейчас как будто бы тогда вспомнила ту первую волну, когда мне там отключали, вырубали микрофон на репетициях, крали мою музыку перед показом, да, и я буквально там, ну, ночь, да, перед показом, а утром, например, конкурс. Я ночью иду, и меня друзья выручали. То есть вы думаете, что сейчас вот эту волну критики запустили ваши недоброжелатели? Я это связываю чётко по тому, что вот, ну, в сравнении, например, с другими проектами, сколько я проектов сделала, вы поймите, где-то была такая критика. То есть я чётко прослеживаю, например, по Пекину попытались, не смогли, значит, и только по спорту, потому что я зашла в ту стезю, где люди вот именно хотят сидеть. То есть в этой среде, скажем, да, вот именно кто шьёт спортивную одежду, конкуренция очень высокая? Она очень тёмная, скорее всего, конкуренция. То есть она не открытая, это не какие-то известные дизайнеры или там, например... Я слышала, что это на самом деле какие-то компании, которые очень часто, вот я узнаю, да, о том, что проводятся тендеры, да, большие на пошив какой-то вот огромного количества одежды, да. Но вся эта одежда шьётся не у нас в Казахстане, она шьётся в Китае. Ну, возможно. То есть я, конечно, представляю себе, кто это может быть, к примеру, да, например, вообще, какие, например, это... Компании, да? Знаете, вот есть вот так вот, да, в спорте, поймите. Она, ниша ещё открыта, но как бы она и вроде бы и занята, с одной стороны, да. Вот есть, например, заказы, к примеру, приходят молодёжные, там, например, там, ассоциация под зюдо. К примеру, возьмём, да, например, в Алма-Ате, локально, то они заказывают, опять-таки, знают, ой, кто-то вот этот вот делает, вот к нему идут. Пусть он 20, это, у него уже на поток поставлено, например, 20 штук. Потом, значит, есть, например, там, к примеру, барыз, да, тоже как бы обращается. Или также возьмём, например, там, тяж веса. Одевают чисто узкоспециализированную форму, да. То есть, вот, то есть, есть конкретно кто-то вот мелкий, который делает вот эти мелкие заказы. А есть крупные, которые вот, может быть, это те же, которые, я не говорю, которые против меня, те, кто на барахолку работают, например, да, там, ещё кто-то. То есть, спорт, это достаточно очень хороший, массовый такой приход коммерческий. Ну, это, конечно, это большая выгода, потому что это большая. Но самое интересное, что народ, к сожалению, не знает, да, что вы шили только парадную одежду. Почему-то всю спортивную экипировку нашей сборной связывают только с вашим именем. Куралай Нуркодилова после этой Олимпиады стала ещё сильнее. Я буду сильнее, потому что такие вещи меня, наоборот, закрепляют и совершенно не удивляют, если бы я там впервые это встретила, потому... Ой! Для вас было бы шоком, да? Было бы шоком, конечно. А так вы уже привыкли. Если бы я была бы не готова, или же на самом деле всё то, что я делала до этого, было всё искусственно, или же там всё это было просто везде куплено, да, я бы сломалась бы. Потому что, например, если бы это был другой человек, который просто, ну, всегда жил каких-то парников в таких условиях, то я бы поняла бы, честно. А так я совершенно... Я прошла тяжёлый путь для того, чтобы стать таким человеком. И я, как Стив Джобс сказал, только когда ты очень много пройдёшь, и в этот момент, вот, пройдя всё, и чего ты достиг, а назад только обернёшься, ты поймёшь цепочку, почему ты стал именно вот сюда пришёл, да? То есть нужно назад смотреть. Ты не сможешь там вперёд заглянуть. И я, смотря из этой призмы туда-назад, я понимаю, почему вот именно даже сегодняшние события, к примеру, да, а не со мной, да, а потому что так нужно было мне вначале пройти, чтобы так спокойно к этому относиться. Я говорила некоторым людям, которые не верили в меня, чётко ставила такие вещи. Я человек очень, как сказать, больше мужского склада ума, да, и чётко, харизматично заявляю этим людям, говорила о том, что через три года вы подойдёте ко мне и скажете о том, что, Куралай, мне нужна ваша помощь. Вы не верите в меня? Это будет так. И через три года ровно эти люди подходили ко мне и говорили, извини меня за то, что я в тебя не верила, или там подставлял тебя, или там, значит, палки в колеса и так далее, мешал, не верил. То есть вот многие журналисты подходили ко мне со временем и говорили, извините, я думал, что вы самокоронованная особа. Это было в самом начале, сколько в прессе было. Но это было почему? Потому что Куралай Нуркадилова – дочь Заманбека Нуркадилова. Вот вы говорите, что вы не росли в парниковых условиях, да, но это уже будучи, когда вы стали дизайнером, да, то есть когда вы спозиционировали себя как дизайнером. Это в детстве парниковый эффект был. А в детстве ваш парниковый эффект в детстве, вот как мне интересно, как формировалась Куралай Нуркадилова? То есть вы относились к золотой молодёжи? Я, может быть, но я не знаю почему, потому что психологически и по воспитанию мне не разрешали этого делать мои родители и отец прежде всего. Потому как всё-таки он был в правительстве и говорил о том, что всё, что можно другим делать, тебе нельзя, потому что это нельзя, просто нельзя. И поэтому, например, мой брат там работал первым в метрострое, да, например, СМУ-15 строителем, и я помню, какой он там приходил с работы, да, весь в пыли и так далее. И я там посудомойкой или там, к примеру, поваром, да, работала. Вы работали посудомойкой? Вообще, не вопрос вообще. На тот момент я зарабатывала мэром города. А, мэром города. И каждое лето, например, вот с 15 лет я с начала лета до конца, то есть не каникулы, а работала там пионеровожатым в лагерях детских, и дослуживалась сразу в первом же сезоне до воспитателя, который делал все мероприятия по всему, по всех отрядов. То есть ваш отец вас учил трудолюбию? Прежде всего, первое, не выпячивать фамилию, второе, не кичиться им, и третье, не говорить громко об этом. То есть как бы это были правила, да, и достигать, естественно, своим путем. То есть очень много, когда я, например, пыталась спросить, он говорил, этот заслужишь ты сама, это сделаешь ты сама. То есть я говорю, я хочу за границей учиться. Он говорит, это ты сделаешь сама. То есть, ну там, или отдыхать. Он говорит, это ты вот достигнешь сама. То есть какие-то вещи, то есть это еще был Советский Союз с одной стороны тоже. То есть тут жесткие такие партийные задачи были там, как бы, да, воспитание везде. Поэтому, ну, детство я считаю парниковым. В каком году появилась мода одевать наших казахстанских дизайнеров? Вы помните этот переход? Нет, этот переход я не особо помню. И, ну, где-то с 2000 года уже потихоньку я начала делать коллекции. Тогда, я вот говорю, еще так домов не было, которые продавались. Даже, может, раньше, я даже вот сейчас не помню. Вот честно не помню. Потому что были коллекции, то, например, по одной, по две, по пять. Там потом просто коллекция там пыталась я беременным делать. Еще что-то там были какие-то такие, это, не сказать, потуги. Ну, практически похоже на это. Сейчас очень модно носить казахстанских дизайнеров, потому что наши дизайнеры, я считаю... Давайте назад вернемся. Было ли и раньше это модно? Раньше этой моды не было. То есть эта мода появилась, мне кажется. Ну, вот я ломаю об этом и говорю. Да, вот я поэтому и спрашиваю. Вот у вас, как у первого дизайнера, да, который у нас имел свой модный дом, да, я помню, в Алмате. Но почему-то мне всегда казалось, что это очень дорого. Почему-то к вам я не пошла, да, заказывая свадебные платья. Хотя сейчас я понимаю, что гораздо легче, интереснее, качественнее и быстрее шить у наших дизайнеров, нежели ехать в ту же самую Италию, тратить столько денег и привезти точно такое же платье, которое бы шили наши дизайнеры и, может быть, гораздо было лучше. Я даже больше вам скажу о том, что даже легче и дешевле покупать у меня, потому что я первый и все уже поставлено на поток. И это уже себестоимость совершенно вот такая. И поэтому там сделать хорошую там скидку или сделать сейлы для меня очень легко. И цены поставить от 30 тысяч тенге там в очень хорошей линии, да, к примеру. А в Аруае достигать от 3 тысяч тенге до 29 тысяч – это самая максимальная цена. То есть это не каждый сейчас дизайнер, наш отечественный, может себе позволить и может иметь такие возможности и знания иметь, как это можно сделать. Королай, скажите, это вот у вас планы на будущее, да, касательно вот таких цен от 3 тысяч до 29 тысяч? Нет, не планы на будущее. Мы уже 2-3 года так работаем. Знаете, это я говорю о бренде Аруай, который пошел как рембрендирование. Почему это произошло, объясню, да. Что такое рембрендирование? Когда нужно, наверное, возродиться, да, как бы снова, да, как бы, но в плане того, чтобы не было опять-таки тех же разговоров, что у меня якобы дорого. Я пыталась с этим бороться, я выходила с бесплатными, до сих пор бесплатными там тренингами, где-либо, к примеру, да, встречами с людьми, с женщинами, для того, чтобы показать, что я близка к народу, как, ну, не так, как все думают, к примеру, там, да, и все это вполне доступно, но я поняла, что бороться уже с той историей, которая сложилась, очень тяжело. Есть такое понятие, у каждого известного человека или бренда есть своя история. То есть возьмите даже вот, например, да, там, просто там, Куралай, там, одним предложением, да, к примеру, что это там, дочь там известного человека, да, мать троих детей, первый дизайнер, там, и, да, каждый добавит, ну, там, немного, не больше семи слов, там, Билл Клинтон, да, например, президент, импичмент, там, саксофон, Хиллари Клинтон, да, Моника, да, к примеру, да, то есть и что бы ни делала его дочь, что бы он ни делал бы или ни выкинул, да, уже, то есть это уже не имеет иногда никакого смысла, даже вообще не имеет никакого смысла, потому что есть уже эти теги. Куралай, скажите, вот если возвратиться к вашей личной работе, почему я спросила вас о ценах, мне все время казалось то, что вот работа наших отечественных дизайнеров, она, конечно, безумно красива, хороша, интересна, но она не совсем доступна для простых граждан. Вот я вам и объясняю. Если берешь вот среднюю вещь, она очень дорога. Ну, я опять-таки объясняю, что почему у меня цены намного-намного-намного дешевле, даже десятки раз, потому как нужно иметь хорошую производственную базу и уже поставленные лекала, поставленные массовку для того, чтобы цена была недорогая. Ну, сколько у вас стоит среднее платье? Среднее в 30 тысяч где-то, плюс-минус. Да бывает, что со скидкой оно уже 15 может стоить, 15-18 тысяч деньги. В красивом платье сидите. Вот мне очень нравится ваше платье. Спасибо. Вот по этим лекалам, да, вот такого же фасона платья, вот сколько вы можете максимум сделать? В цветовых гаммах, например, ну, пусть 200 штук, да, 200 штук, но они могут быть 10 цветов. А сколько стоит? Или из 10 вариантов цвет тканей. А сколько стоит такое платье? Это эксклюзив, и поэтому, как бы я сказать, вот цену, честно говоря, не могу. Ну, на скидку, вот сколько оно будет? 30, 40, 50? Оно может стоять где-то вот в самом начале его 55-50 тысяч деньги. То есть вот такая. А кто ваши клиенты? Даже может быть чуть-чуть дешевле. Кто ваши клиенты? Назовите вот нам известных, может быть, высокопоставленных женщин наших. Может быть, известных звезд. Кто одевается у курора? Я кичу обычно, например, звездами, когда начинающий дизайнер, да, ну, раз вы задаете этот вопрос, я вам отвечу, да. Сейчас на данный момент, к примеру, да, мне по почте заказывают, к примеру, московский или, ну, например, там, с Саудовской Аравии, да, к примеру. Мне отправляют параметры, отправляют рост, и у нас настолько поставлены лекала, что людям идеально все это подходит. К примеру, там, Оксана Федорова на золотой граммофон, да, к примеру. Или же там Тина Кандылаки, или вот Лизу Боярскую мы одевали на экшн-фестивале, Юля Ковальчук. То есть, есть очень много... А из наших, из казахстанских? Из наших, ну, Каракат, затем, ну, Берку там вот одевали несколько раз, кто еще, Мадина Садвакасова. А из парламента? Парламента, Закипа Яхьянна, Романовская, там, например, она вот по потребителям. То есть, есть, как бы, несколько, как бы, людей, которые, знаете, ну, уже есть люди, которых не хотят сильно себя афишировать, и мы это, держим это. И потом, такое огромное количество клиентов, если раньше, на самом деле, я честно, да, я каюсь, да, но это невозможно просто в голове держать, конечно, всех, да. И я иногда, порой, не так часто появляюсь в офисе, что платья иногда покупаются без ведома меня, да, или же делаются, что потом я их вижу просто на мероприятиях. Уже на мероприятии, видите, свое платье на известной женщине. И поэтому, как бы, иногда, порой, это настолько уже поток, это, я не сижу сама лично там уже в офисе, все это вот, у меня есть уже дизайнеры, очень хорошо, которые работают, да, с студентами. Есть команда, которая это все, и стилисты, и консультанты, все, кто может обслужить очень хорошо, удовлетворить любые, ну, там, любые потребности, поэтому... Курлай, вы знаете, вот если погуглить ваше имя в интернете, да, очень много ссылок самых интересных, и там же есть очень популярные запросы, да, вот вы сказали, что вы мама троих детей, и вот выходит из один из популярных запросов Курлай Меркодилова муж. Интересно. А всем интересно, да? Всем интересно, мне тоже интересно. Я вашего мужа не видела. А зачем об этом говорить? Он публичный человек? Давайте о личной жизни будем говорить, потому что уже достаточно такая общественная, я уже из детства, и поэтому хотя бы что-то оставьте для меня. Хорошо. Курлай, скажите, вот вы вначале говорили, что в начале карьеры действительно многое пришлось пережить, были трудности, и подножки, и так далее, и так далее, даже сейчас вы с этим сталкиваетесь, но вы достаточно уже зрелый человек, который поставил свое дело на ноги, бизнес, да, но, тем не менее, человеку на протяжении всей жизни все равно бывает нужна помощь и поддержка. Вот здесь, вот в вашей работе, я имею в виду государственную поддержку, вы нуждаетесь в ней уже сейчас? Знаете, вот это вот, когда говорят о том, что помощь государства, да, это еще те отголоски советского, как бы это, я захватила советский строй и эти фабрики государственного уровня. Знаете, я сама разрабатывала в самом начале и изучала систему, как делается это все, например, там, система легкой промышленности и ставка на легкую промышленность в Италии, там, в Турции, да, ставку именно на это. То есть они понимают, что бренд для страны дает очень много. Все, что ты не произвел под брендом, это будет плюс только для страны, и они это культивируют. Что такое помощь, да? То есть сейчас все на частных отношениях, вы должны понимать это. И если бы я эту помощь дала бы, то есть как бы, да, это много бы прошло лет, и я бы ничего бы, на самом деле, может быть, и не сказать, что не выиграла бы, а наоборот, упустила бы очень много времени. А ждать и что-то там искать, там, ждать помощи когда-то, да. Есть понятие ворота возможностей, которая была открытой, такие еще на тот момент, в начале 90-х годов. Как почему я и стала первым дизайнером, да. Мне предлагали уехать, когда я только начинала, и во меня, в меня поверили итальянцы после моего показа в городе Урбина. И пригласили преподавать в этом городе, это город институтов, школ, да, моды, там, искусства и так далее, разных видов, там, еще других специализаций. И предложили контракт на три года по стилистике. Я только начинала. Я думала, заманчиво, и у меня, как бы, перепутье такое, да, возникло. То ли уехать там преподавать, а что потом? Или я теряю здесь возможность закрепиться? Закрепиться, и я поняла, что сейчас, я опять говорю, как Стив Джобс, да, вернемся назад. Я понимаю. Я уеду, сюда встанет на мое место кто-то другой, здесь бы сидел другой дизайнер, например. Вы богатая женщина? Господи, столько, столько не живут, господи. Все мои деньги, они в оборотных средствах в бизнесе. Вот почему-то в журнале Forbes я не увидела вас в казахстанском. Знаете, вот я знаю семьи, семьи богатых людей, и насколько они... Знаете, вот, когда приходишь к очень большим деньгам, то нужно понимать, чем ты жертвуешь. Я не стремлюсь особо так прямо в Forbes, но и при этом не сказать, что я, например, не хочу не заработать эти деньги, да. Я делаю все планомерно, не прыжками такими семимильными, да, а самое главное – стабильно. Вот вы правильно сказали, вот если бы на этих плавках, да, у пловцов было бы написано «бай куралай», то реакции было бы больше. Потому что, на самом деле, когда есть реакция, это говорит о чем? О том, что люди вас знают, люди реагируют, да. Самое главное, чтобы эта реакция всегда оставалась. Я вам желаю, чтобы этот статус, который вот сейчас у вас есть, статус-кво, да, чтобы вы его не теряли, чтобы реакция на ваше имя была всегда. И попали в журнал «Хорпус». Спасибо огромное. Да, не продавая при этом «Модный дом» Куралай Меркодилова. Спасибо большое. Это была программа «Статус-кво». Смотрите нас, как обычно, на телеканале «Астанам» в это же время. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»